Привет всем, с вами снова Ирина. Итак, это мой пятый выпуск серии путешествия по острову Гавайского архипелага Оаху. В предыдущих видео мы были с вами на одних из лучших пляжей мира, купались в бирюзовой воде и плавали с трубками в бухте Ханаума. Выходили в поход, лазали по скалистым пологим Гавайским горам, к счастью не повстречали диких животных и гавайских кабанов, козлов. Но, к несчастью, наш поход был омрачен смертью одного из туристов и его поиском спасательной группы на вертолете. В конце видео я включила видео от новостей, где вертолет спасает, вернее, достает тело туриста. Мы также провели день с вами на знаменитом Лакике пляже, не делая абсолютно ничего. Показали вам ночной Оаху с неутомимой ночной жизнью. А за что мы полюбили Оаху? За то, что здесь красивые и непереполненные людьми пляжи с мягким песком и бирюзовой водой. Здесь очень спокойно, миролюбиво и в то же самое время быть в центре цивилизации, веселой ночной жизнью. Здесь можно позволить себе любые виды развлечений. Хайкинг или походы в горы. Или просто поехать на машине по окраинам острова. Такая красота. То есть остров совмещает с собой все удобства и условия для любителей природы, пляжей, активный отдых для спортивных людей, но и также шопа коликов. Сегодня вы увидите японский храм, а потом мы покажем вам северное побережье острова с бушующими свирепыми волнами для любителей серьезного серфинга. Оставайтесь с нами, если вам интересно. Итак, мы на машине отправились в японский храм. Дорога до этого местечка занимает не более 30 минут. Как вы видите, всегда открывается пейзажный красивейший вид в любом месте Оуаху. Мы проезжаем кладбище Cemetery. Долина храмов является действительно скрытой жемчужиной на острове. Именно здесь вы видите настоящий японский храм. В японском стиле расположен он на фоне великолепно парящих гор Кулао-Оуаху. Глубоко в пышно-тропической долине вдоль хребтов Гавайского острова находится долина храма Кулао. Как вы заметили, кладбище очень ухожено, и люди посадили много тропических растений в памяти своих любимых людей, которых они потеряли. Главной достопримечательностью в долине храмов является японский храм, который называется Буду-Бу, что в переводе означает «храм равенства». Это точная копия храма в Японии. Этот храм построен без единого гвоздика. Буду-Би был посвящен... Его построили в ознаменовании столетия первых японских эмигрантов на Гавайи. Значит, на Гавайях очень много эмигрантов из Японии. Мужчина позвонил в колокол. Это принято перед входом в храм звонить в колокол для счастья и долголетия. Снаружи храма на территории сада гуляют павлины, плавают черные лебеди в прудах. Также, как вы видите на видео, истерка, окрашенная красная рыба, извиняюсь за мое произношение. Эта вот рыба, японские декоративные, не помню название рыб, они являются символом любви и дружбы. А вот эти вот двое, наверное, это мама и сынок, а может быть, он и она... Посмотрите, как красненький раскормил второго. Наверное, в таких условиях очень тяжело удержать вес. Музыка 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 Мы едем на северный берег North Shore Он более такой зеленый Отличается от другой части острова Здесь не так много туристов Нет таких маникюрных бассейнов Пляжи имеют несколько другую структуру, чем на Вакикеке И волны здесь очень буйные и даже опасные. Зимой высота волны может достигать 40 метров или где-то, наверное, 15 метров, как в трехэтажный дом. И находиться рядом с такими волнами опасно. Мы знаем, что в прошлом из года в год происходит случай смертей. Мы пробовали подойти к такой волне. Не так близко, но подойдешь на расстояние, она, конечно, идет такая мощная, убийственная волна. Наблюдали за толпой подростков, которые развились на воде. Сначала они веселились, но когда девочка исчезла в волне, то они перепугались, не на шутку, вроде бы вытащили ее из воды. Но потом продолжали играться с волнами. Одним словом, молодежь. Сила волны действительно убивающая. Она выхватывает почву с под ног. Мы пробовали подойти к волнам на разумное расстояние, и я видела, как страшная сила природы, вот эта мощная волна, летит на тебя. Это просто жутко. Я отступаю дальше и дальше, и тут она обрушивается с землю, вырывая почву из-под ног. И тебя буквально схватывает волна и тащит вглубь океана. И пару раз после таких попыток уже не решаешься. Мы стояли, наблюдали за этими подростками. Есть там спасатели, конечно, но они предупреждают, чтобы никто не заходил в воду. Но вот этот пляж, где идет серфинг, это другого рода пляж. Здесь как бы стоять у подножия океана можно, и как бы не опасно. Это вот другая часть океана, где к волне просто не подойдешь. Там даже такие ребята не в состоянии бороться с волнами. А этот пляж, на фото, что я стою у берега, это тоже обычный пляж. И водичка здесь более спокойная. И есть даже серфингисты. Хотя тоже не рекомендуется плавать, потому что там какие-то морские твари в этот момент не советуют. Оинссерфинг. Очень популярен здесь, на северном побережье Уаху. Вы видите висящих на волнах людей. Это отдельная порода разновидности человека. Человек разумного, ахимонсапиенса. Они отличаются от нас с вами и принадлежат, очевидно, другому генофонду. Они бесстрашны, у них иные ценности. Они обладают хорошо развитой мускулатурой. Их походка уверена и целеустремленна. Они любят проводить время на природе. Многие из них родились здесь, на побережье больших волн. И это их жизнь, их стихия. Они научились плавать, наверное, раньше, чем ходить и говорить. Вот если со стороны посмотреть, на многих из них нет даже водных костюмов, термокостюмов. Им не холодно, для них это нормальная атмосфера. И так вот посмотреть, если... Ведь, конечно, они могут и... Мало того, что это больно, можно стук-стук на целую волну, а ведь они же могут еще друг с другом столкнуться. Но на них нет касок. Вот такие вот они бесстрашные и сильные. Их ничто не возьмет. Морские животные. Такие вот они, ихтиандры. И я намеренно повторю маленький кадр. Вот посмотрите на него. Я бог! Посмотрите на него. Какое чувство парения. Наверное, он очень счастлив в этот момент. Посмотрите, как он наслаждается. Здесь регулярно устанавливаются знаки. Опасность для жизни. Ввода в ход запрещен. Но это относится к нам, обычным людям. Но никак не относится к этим ихтиандрам, которые живут в других измерениях. И эти знаки не для них. Они продолжают бесстрашно бросаться в воду и летят навстречу природной мощи. А посмотрите на этого ихтиандра. Похоже, он с той же группой ихтиандров. Без водного костюма. Значит, достаточно тепло ему в этой атмосфере. Но уже видно, что есть животик, есть жировые складочки такие вот плотненькие. Ихтиандрик. Стареющий ихтиандрик. И все туда же, в воду. Их ничто не остановит. Даже возраст. Их ничто не остановит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам понравился мой обзор с острова Олаху, четвертый и пятый обзор, и еще у меня есть последний, на этот раз последний будет еще одна серия, так что, кому понравилось, подписывайтесь на канал, я приветствую новых подписчиков, и всегда рада познакомиться с нами, всегда приятно встретить интересных людей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok It's definitely the jam. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok